Я очень люблю тертый пирог. Перепробовала кучу рецептов и нашла свой идеальный рецепт. Тесто хоть и песочное, но оно получается мягкое и не крошится. Даже на второй день оно очень вкусное. И давайте же его приготовим. Смотрим на рецепт, а не на ногти. Для тертого пирога подготовим сначала все ингредиенты. Здесь у меня масло, соль, ванилин и разрыхлитель. Также сахар, яйца, мука, кукурузный крахмал и варенье из черной смородины. Варенье можно брать абсолютно любое. Для начала смешиваем все сухие ингредиенты. Мука 560 грамм, просеянная уже. Весь щепотки, это где-то примерно неполная с горкой соли. Разрыхлитель 2 чайной ложки и немножко ванилина. 160 грамм сахара. Это нужно размешать. Затем сюда вбиваем 2 яйца. Масло нужно на кубики порезать. Измельчили мы наше масло. Вместо масла можно добавить маргарин. Только маргарин должен быть хорошего качества. Я сильно маргарину не доверяю, поэтому с маргарином в основном ничего не делаю. И все это нужно хорошо вмешать. Итак, перетерли. Вот у нас получилась такая крошка. Но, когда собираешь комочек, держит форму. Затем сюда нам понадобится буквально... Ой! Столовая ложка еще воды. Без разницы. Теплая, холодная, газированная. И все еще перемешиваем. Итак, вот у нас получилось такое тесто. Оно довольно плотное. Но будет очень нежное и мягкое. Нам его нужно разделить на 2 части. Берем форму. Абсолютно любую. Я хочу, у меня квадратная будет. Противень смазываем сливочным маслом. Затем берем наше варенье, джем. И понадобится кукурузный крахмал. Можно делать без него. Но мне нравится, когда оно такое более желейное. И добавляю у меня 500 грамм варенья. Одну такую с горкой кукурузного крахмала. И прям в банке здесь размешиваю. Размешали. Возвращаемся к нашей форме. Берем часть теста. Нужно распределить по дну. И немножко, чтобы заходило по бокам. Разровняли полностью. Бортики делаем как можно тоньше. Чтобы не было там сильно много теста. Буквально немножко бортики. Затем выкладываем сверху наш джем, варенье. Берем тот кусочек, который у нас остался. И такими кусочками, просто хаотично, в рандомном порядке, рвем и бросаем на этот джем. Вот такое вот что-то получилось. Духовка разогрета 180 градусов. Выпекаем до готовности. Под зарумянится и все. Можно доставать. И так, пирог наш уже готов. Остыл. И можно вынимать формочку. Пирог при нарезании не крошится. Можно нарезать там абсолютно любые кусочки, которые вам понравятся. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И кто не смотрел видео, тоже спасибо. Я надеюсь, вам понравится такой рецепт. Всем приятного аппетита!